здравствуйте я вот считаю что взять шойгу алексей столяров не ставил лайк дудю юрию дудю за его антивоенный пост противном случае это какой-то просто очень фильм это какой-то феерически плохой зять выходит для шойгу напомню вообще в чем суть дела тут на днях разгорелся скандал что якобы алексей столяров а это муж ксении шойгу то взять министр министра обороны поставил лайк антивоенному посту юрия дудя потом еще кого-то обозвал быдлой за быдлый разгорелся скандал что куда мы катимся когда взять министра обороны вот лайкает антивоенные посты тут кого-то обзывает за быдлом и вообще ведет себя отвратительно потом столяров написал что это все подстава потом вроде бы это опровергли что не подстава в общем дело запутанное но вот чтобы действительно будучи зятем министра обороны мужем ксении шойгу поставить лайк дудю за его антивоенный пост ну это скажем так нужно быть каким-то очень плохим зятем для министра обороны ведь наверное министр обороны объяснил своему зятю что видосы ты конечно можешь снимать разные но лайкать дудя это как бы влияет немножечко на рейтинг министерства обороны вообще министра обороны а за последний год рейтинг ну как бы не то чтобы там ну чуть-чуть чуть-чуть как бы покачнулся министерство обороны и министра а тут еще вот такие лайки со стороны зятя тут говорится какой-то прилетел откуда не ожидали хотя может и ожидали кто его там знает и знаете что интересно был лайк не был лайка вот сейчас уже трудно разобраться но вот люди в это поверили поверили что взять министра обороны может лайкнуть пост дудя вот вот это вот его отдых в дубае вот эти вот видосики вот посмотрите на фоне этого всего люди поверили хотя я считаю наоборот что на фоне всех этих видосов на фоне всех вот этих вот съемок мать вот фотографии с порно актрисами что он наоборот не лайкал дудя где все это какое сволочу за и своего по своему сло он вообще не понимает что и такой не до конца понимает ксения шойгу 27 декабря того года съездила на донбасс ну как бы съездил 27 декабря и потом говорят сразу дубай поехала но это говорят на новый год не знаю были они там или нет но то что они в дубае были то есть фото из дубая это как бы факт дуба им нравится и сам алексей столяров выиграл там гонку героев дубайскую почему что-то героическое там выиграл в общем дубай эта семейная пара любит и проблем то бы не было живите наслаждайтесь но только вот единственный минус то что вот родственники взять и дочь министра обороны россии а россия сейчас как раз переживает не самые простые времена не самые легкие не время расслабляться но расслабляются и поэтому люди своей массе легко поверили что взять шойгу алексей столяров может взять и лайкнуть юрия дудя а потом еще кого-то обозвать за быдлом вот эту ситуацию конечно же прокомментировал евгений пригожин вообще сейчас мне кажется дня не проходит чтобы евгений пригожин что-нибудь не прокомментировал вообще ты не нашел день прошел без комментария евгения пригожина ты их просто ты плохо читал новости евгений пригожин пообещал столярову шестинедельную подготовку с последующим с последующим с последующей отправкой на передовую а вот представьте действительно алексей столяров захочет на передовую но необыкновенным конечно солдатом необыкновенным добровольцем подойдет к тестью своему и скажет сергей кожугетович я ведь как бы битву героев выигрывал в дубае дайте мне тысячу или полторы мобилизованных я быстренько за выходные какой-нибудь город возьму ну и мне хорошо рейтинг поднимут и у вас тоже рейтинг поднимется кому хорошо то от этого будет да никому особенно мобилизованным хорошо от этого не будет поэтому алексей столяров снимает видосики пусть и снимает ездят они в дубай семьей пусть ездят только теперь конечно же вот после этого скандала будет знать не важно ставил он лайк не ставим лайк писал комментарий не писал что когда он ставит какой-то лайк кому-то особенно какому-нибудь иноагенду или комментируют кого-то он теперь должен думать не только о своем рейтинге но и рейтинге министра обороны до свидания